И тлеет тело, как в кострище, и раньше срока в нем сгорают тысячи. А наука сегодня твердит, что у нас ген почему-то мудрит, а каждый ген живет в среде. И если стали мы не те, то начинает ген меняться, что нам за ним уж не угнаться. Тут то ли Господа нам звать, а то ли ЗОЖ скорее внедрять, иначе будем загнивать. Ведь на УЗИ МРТ, если нас смотреть, то от результатов можно вспоминеть. У всех подряд дискинезия, дистония, дисплазия, а с ДНК пептид раскрутился, когда он у нас в кислоте очутился. Отсюда диагнозом целая туча. Когда ж уплывет эта грозная туча? Если работать с собой неохота, начнет процветать в нашем теле болото. И будем мы все как размер кашалота, с которого часто выходит мокрота. Ну что, начинается нынче работа? Или идем на размер кашалота? Уж лучше бежать кросс, чем превращаться в некросс. Сверить в сказку, что без усилий все пройдет. И таблетка-то найдется, что все проблемы уберет. Тогда таблетке надо руки, да и ноги прицепить, чтобы она могла активно наше тело шевелить. Ведь в том органе, что лечен, есть отечность или страз застой. Таблетка как туда поступит? Пойдет таблетка в унитаз. А так хотелось верить в сказку, что поступает она, таблетка, в нас и попадают капли в глаз. Не допускайте застойных болезненных зон в теле. Тогда и таблетка будет распространяться по всему телу. По тем органам, которые страдают. Удача вам! Возбуждение, торможение – основа соображения. Хорошего вам соображения с лимфатическим массажем. Ведь не избавившись от проблем кровообращения мозга, ни одну болезнь не победить. Напряжение, расслабление – основа кровоедвижения. Помним, пока у нас клетка не кровоснабжается, невозможно решить ни одну проблему тела. Защелачивание закисления – это, конечно, основа телостроения. Никогда ничего не опустится, не расширится, не изменится до тех пор, пока мы не будем допускать боли в теле. Защелачивание вилатоном позволяет поддерживать структуру тканей. А уж, конечно, избежите в жизни гроз, когда научитесь поддерживать свой биоз. То есть дисбиоза просто нет. Это ваш закон жизни. Ежедневные обязательные мероприятия помогут вам справиться с теми проблемами, которые у нас просто идут, потому что мы живем. Живем, солнце заходит и всходит. Всем здоровья с ежедневными обязательными мероприятиями. В иммунитете. Что есть наш иммунитет? Он всему приоритет. Его надо уважать и хорошо кровоснабжать. А если будем стрессовать и спазм в сосудах создавать, рождение клеток нарушать, то кто нас будет защищать? Артерии красные, синие вены и белая лимфа на них возлежит. Когда в них движение, не торможение, в этих пределах жизнь наша лежит. Жить хорошо всегда есть шанс. Сохраняй во всем баланс. Баланс. Возбуждение, торможение – основа соображения. Сохраняйте баланс в возбуждении и торможении. Напряжение, расслабление. Есть основа кроведвижения. Сохраняй всегда баланс в кроведвижении. Это физическое и духовное. Закисление и защелачивание. И закисление – основа телостроения. Сохраняйте баланс в защелачивании и закислении. Тогда будет хорошее телостроение. Опять баланс. Лучше нет иммунитета хорошего. У него просто нет приоритета. Сохраняем баланс в хорошей микрофлоре. Не всегда нам, медикам, удается справиться с серьезными заболеваниями наших пациентов. Часто они приходят к нам в состоянии, когда недолг их уход. Вот такая пациентка, которую звали Катя, сподвигла меня на сочинение вот таких стихов. Я думаю, вы поймете, что докторам тоже тяжело, когда их пациенты не могут получать того достаточного объема помощи, чтобы остаться живыми. Катя ангелом стала, нам крылом помахала. Что успела, сказала, ты прости меня, мама. Я жить просто устала. Буду рядом повсюду находиться я с вами. И закрою отбег, отбег вас я своими крылами. Как легко теперь стало. Я взлетела, как птица. Не могла, словно от клетки, я в болезни томиться. Ты не плачь, моя мама. Суждено так случиться. Я с тобою навеки, и должна ты крепиться. А со мной будут встречи, когда будешь молиться. Нашей жизни дорога – это воля от Бога. И тайфун, Катерина, я на землю пустила, чтобы вы знали, какая во мне есть еще сила. Как будто я с Катей поговорила и рассталась с ней. Микрофон будет, нужно представиться, да? Ну, вы меня уже все знаете, слава Богу, сейчас много по интернету, по Ютубу, по Инстаграму. Инстаграм тоже у меня смотрит, да? Потому что стихи я первые пишу, в Инстаграм. В Ютуб-то стихи не напишу, так и накопил чего-лижку, получил корочишку. Ведь с тобой, ну, не захватишь так книжку. Это вот так пациент сидит и жалуется. А я, значит, одной рукой пишу стихи. Вот здесь пишу карточку пациента, вот здесь стихи пишутся, да? Но если столько, и одним, и тем же языком, и все одно и то же, невольно все что-то сломается, да? Если работать с собой неохота, начнет процентарь в нашем теле волота. И будем мы все как размер? Кашалота. С которого часто выходит? Ну, что, начинается нынче работа, или идем на развеска шалота, уж лучше бежать кросс-шалота. Не ждите криз, встречайте бриз и уважайте свой каприз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!